здравствуйте сегодня мы проводим урок химии по теме аминокислоты для 10 класса целью нашего урока является рассмотрение строения молекулы простейшего представителя аминокислот нам надо знать измерию номенклатура аминокислот дадим характеристику физическим химическим свойством аминокислот на основании строения молекул аминокислоты надо показать двойственность и и химических свойств и рассмотрим применение аминокислоты являются наиболее важной составной частью организма они входят в состав белков и содержатся в ядре протоплазме и стенках клеток где выполняют разнообразные функции жизнедеятельности аминокислоты в отличие от ранее изученных органических веществ содержат две функциональные группы как видите схему функциональных круг в составе аминокислот значит r это углеводородный радикал первой функциональной группы является аминогруппа нх2 и цуашь это вторая функциональная группа называется карбоксильной группой аминокислотами называется органические соединения молекулок которых содержатся одновременно аминогруппа и карбоксильная группа аминокислоты можно рассматривать как производные карбоновых кислот получающиеся замещением аминогруппами одного или нескольких атома водорода в углеводородном радикале рассмотрим изомерию аминокислот для аминокислот характерна структурная изомерия 1 а это изомерия углеродного скелета чтобы рассмотреть измерию углеродного скелета я привожу две форму первая структурная формула это 2 аминобутановая кислота вторая формула 2 аминодваме тел пропановая кислота давайте рассмотрим где у нас расположены атомы углерода атомы углерода расположены в основной цепочке количество атома углерода в первой формуле ими содержится четыре атома углерода так у первого атома углерода и у второго атома углерода соответственно имеются функциональные группы у первого атома углерода имеется карбоксильная группа а во втором расположена амина группа но по количеству углерода мы относим бутановой кислоте как мы с вами изучали карбоновой кислоты так как расположены две функциональные группы мы даем название этому веществу 2 амина так как на втором атоме углерода имеется амина группа а у первого атома углерода карбоксиль на потом поэтому идет название сначала по числу атома углерода 4 бутан добавляется софикс овая по международной системе со словом кислота и указывается аминная группа на каком атоме углерода расположена и так мы видим что здесь углеродные атомы находятся в линейном строении то есть расположены последовательно рассматриваем вторую структурную формулу здесь количество атомов углерода всего 4 но эти атомы углерода разветвляются мы видим что где расположена амина группа после карбоксильной группы на втором атоме углерода идет разветвление располагается углеродный атом создавая радикал c h3 давайте дадим название углеродная цепочка содержит три атома углерода отсюда идет название пропан с добавлением суффикса овая так как карбоксильная группа имеется у кислот и слова кислота даем название у нас разветвление идет на втором атоме углерода одновременно и наш два группа и c h3 группа расположена поэтому сначала называем амина группу 2 амина затем называем радикал и так и здесь мы узнали измери углеродного скелета что атом углерода могут располагаться линейно и разветвленно второй вид измери это измери положение амина группы в зависимости где расположена будет амина группа мы рассматриваем основные примеры на основе двух структурных формул и так с левой стороны указана формула 3 аминобутановой кислоты и так в цепочке атома углерода пронумерованы начиная с правой стороны от карбоксильной группы и мы видим что на третьем атоме углерода находится амина группа поэтому данное вещество называется 3 амина по числу атома углерода в цепочке бутан добавляем овая суффикс и слова кислота вторая структурная формула во второй структурной формуле также имеется такое же количество атомов углерода 4 и видим что амина группа расположены на четвертом атоме углерода и так название соответственно идет 4 аминобутановой кислоты мы рассмотрели с вами изомерию положение аминогруппы так аминоксусная кислота имеет название глицин 2 аминопропановая кислота называется аланином поэтому эти названия они исходят из истории то есть их называют историческими названиями аминокислот с левой стороны указана формула глицина это и есть аминоксусная кислота и с правой стороны указано аланин то есть это есть аминопропановая кислота есть то есть 2 аминопропановая кислота в данной таблице указаны некоторые альфа аминокислоты которые встречаются в животных и растительных белках указаны основные названия аминокислот то есть альфа аминокислот дальше указано сокращенное обозначение аминокислотного остатка по-латински затем по-русски в скобке и строение радикала r внимательно рассматриваем можно ознакомиться с основными альфа аминокислотами это глицин радикалом является аж аланин алла c h3 валин вал c h3 дважды царь лицин лей царь 3 дважды царь 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 2 сирин сер радикал h о царь 2 тирозин тир бензольное кольцо связано царь 2 и о аж группой аспарагиновая кислота ас аж о о ци c h2 глутаминовая кислота глу это значит аж о о ци c h2 c h2 цистеин цис аж с аспарагин асп имеется аминогруппа углерод связано с кислородом и c h2 лизин лис h2 n c h2 c h2 c h2 фенил аланин фен c h2 c6 h5 и так мы с вами рассмотрели основные альфа аминокислоты которые встречаются в животных и растительных белках кроме международной номенклатуры употребляется еще название аминокислот в которых положение аминогруппа обозначаются буквами греческого алфавита альфа бета гамма и так далее при этом буква альфа обозначается не атом углерода карбоксильной группы а следующий за ней углеродный атом например по этой номенклатуре 2 аминобутановую кислоту можно назвать альфа масляной кислотой и так в структуре красными обозначены буквы греческого алфавита альфа бета гамма мы видим от карбоксильной группы идет нумерация и на альфе атоме углерода расположена h2 группа отсюда и название 2 аминобутановая кислота или же греческими буквами альфа аминомасляная кислота оптическая активность аминокислот аминокислоты обладает оптической активностью так как содержат асимметрические атомы углерода связано с четырьмя различными заместителями исключением и составляет аминоксусная кислота асимметрический атом углерода обозначается звездочкой оптически активные вещества встречаются в виде пар антиподов изомеров физические химические свойства которых одинаковы за исключением одного способность вращать плоскость поляризованного луча противоположные стороны направление вращения плоскости поляризации обозначается знаком плюс правое вращение знаком минус левое вращение различает d аминокислоты и аминокислоты расположение аминогруппы в проекционной формуле слева соответствует л конфигурации различает d аминокислоты и аминокислоты расположение аминогруппы в проекционной формуле слева соответствует л конфигурации аминокислоты подразделяются на природные, обнаруженные в живых организмах, и синтетические. Среди природных аминокислот около 150 выделяют образующие белки, протеиногенные около 20, которые входят в состав белков. Все протеиногенные аминокислоты представляют собой L-формы. Примерно половина из них относится к незаменимым, так как они синтезируются только растениями, и в организме животных и человека образоваться не могут. В организм человека данные аминокислоты поступают с пищей. Итак, в структурных формулах в двух указаны эти аминокислоты, которые имеют обозначение со знаком плюс со знаком минус. Итак, здесь показаны два аминопропановая кислота. В первой структурной формуле вы видите, что это л-аланин со знаком плюс, а во второй структурной формуле вы видите D-аланин со знаком минус. Значит, у нас в первой формуле, если заметили, СОН или СН-3 группы находятся, не меняют свое строение и состав и расположение, а вот NH2 группа находится по разным сторонам. Получение аминокислот. Аминокислоты, входящие в состав белков, получают кислотным гидролизом белков. И второй способ – это синтетический способ получения аминокислот. Аминокислоты можно получить из карбоновых кислот, заместив в их радикали атом водорода на галоген, а затем на аминогруппу при взаимодействии с аммиаком. Уравнение первое. Уксусная кислота CH3COOH плюс хлор-2 в присутствии красного фосфора образует хлоруксусную кислоту. Хлор-CH2COOH плюс хлор-2. Во втором уравнении полученная хлоруксусная кислота хлор-CH2COOH реагирует с аммиаком, может перейти в аминокислоту. NH2CH2COOH плюс хлор. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты – бесцветные кристаллические вещества, плавятся при температуре выше 200 градусов, разлагаются. Аминокислоты растворимы в воде и нерастворимы в эфире. В зависимости от состава радикала они могут быть сладкими, горькими или безвкусными. Основные химические свойства аминокислот, так как содержатся две различные группы атомов, это аминогруппа и карбоксильная группа, они оказывают взаимное влияние друг на друга. Их свойства отличаются от характерных свойств карбоновых кислот и аминов. Следовательно, аминокислоты можно назвать амфотерными органическими соединениями. Реакция аминокислот со щелочами. Аминоуксусная кислота в реакции с гидроксидом натрия образует соль аминоуксусной кислоты или же более точнее натриевая соль аминоуксусной кислоты. Здесь показана реакция глицина с кислотой и мы видим признак данной реакции, что выделяется желтый газ. Уравнение реакции. Аминоуксусная кислота реагирует соляной кислотой, образует хлористоводородную соль аминоуксусной кислоты. Наличие в молекуле одинакового числа аминогрупп и карбоксильных групп приводит к взаимной внутренней нейтрализации. Если проявляются такие свойства, то есть кислотно-основные свойства глицина, то мы видим с правой стороны, что индикатор не изменяет окраску. Реакция внутренней нейтрализации происходит только в молекулах тех аминокислот, которые имеют в своем составе одинаковое число аминогрупп и карбоксильных групп. При этом карбоксильная группа аминокислоты отшипляет ион водорода, который затем присоединяется к аминогруппе той же молекулы по месту неподеленной электронной пары азота. И образуется сложное соединение, то есть аммонийная соль. Взаимная внутренняя нейтрализация происходит только в молекулах тех аминокислот, которые имеют в своем составе одинаковое число аминогрупп и карбоксильных групп. При этом карбоксильная группа аминокислоты отшипляет ион водорода, стрелкой показано, который затем присоединяется к аминогруппе той же молекулы по месту неподеленной электронной пары азота. Аминокислоты реагируют друг с другом. Образовавшаяся молекула реагирует с другой молекулой и так далее. Получаются высокомолекулярные соединения. Группа атомов СОНН называется пептидной или амидной группой, а связь между атомами углерода и азота пептидной или амидной связью. Синтезируемые высокомолекулярные соединения называются полипептидами. Здесь показано образование пептидной связи при взаимодействии различных кислот. Первая кислота это аминоуксусная кислота, вторая кислота это уже изомер гомолог, то есть аминоуксусной кислоты, аминопропановая кислота. И мы видим, что образуется пептидная связь. Еще раз повторяю, группа С двойная связь ОНН называется пептидной или амидной группой, а связанные между собой вещества за счет пептидной связи называются пептидами. Применение аминокислот. Аминокислоты, преимущественно альфа-аминокислоты, необходимы для синтеза белков в живых организмах. Их человек и животные получают в составе белков пищи. Аминокислоты применяются в качестве лечебного средства при некоторых болезнях, например, глутаминовую кислоту применяют при нервных заболеваниях, гистидин при язве желудка. Некоторые аминокислоты применяют в сельском хозяйстве для подкормки животных, что положительно влияет на их рост. Аминокислоты неразветвленного строения с расположением функциональных групп по концам молекулы имеют техническое значение. Например, эпсиленаминокапроновая кислота используется для получения синтетического волокна капрона. Основные выводы по теме. Аминокислотами называются органические соединения, в молекулах которых содержится одновременно аминогруппа и карбоксильная группа. Аминокислоты — бифункциональные соединения. Это понятно, что аминокислоты содержат одновременно две функциональные группы, поэтому их называют бифункциональные соединения. Для аминокислот характерна структурная изомерия. Эти виды мы с вами рассмотрели на примере структурных формул веществ аминокислот. Это изомерия углеродного скелета, изомерия положения аминогруппы. Аминокислоты обладают оптической активностью, все протеигенные аминокислоты представляют собой L-форма. Аминокислоты — это амфатерные органические соединения. Итак, заканчивая тему, я хочу задать вам для закрепления материала основные вопросы. Домашнее задание — запишите в тетрадях эти вопросы или сфотографируйте на телефон и, пожалуйста, сделайте письменные работы в ваших тетрадях. Аминокислоты не содержат аминогруппу, гидроксильную группу, карбоксильную группу. Определите название этого соединения по международной номенклатуре и введите ответ в тетрадях. Аминокислота глицин будет взаимодействовать с ацетиленом, гидроксидом кальция, раствором перманганата калия. Аминокислоты проявляют свойства кислот, кислоты оснований, оснований. Следующий вопрос. Определите название этого соединения по международной номенклатуре и запишите ответ. Из перечисленных веществ аминокислоты не взаимодействуют с альдегидами, кислотами, спиртами. Аминокислоты являются амфотерными соединениями, кислотами, основаниями. Следующий вопрос. Определите название этого соединения по международной номенклатуре и запишите в тетрадях. Аминокислота аланин будет взаимодействовать с глицином, метаном, хлорметаном. Аминокислоты имеют следующие функциональные группы. Аминогруппу и карбоксильную группу. Аминогруппу и карбонильную группу. Карбоксильную и гидроксильную. В начале урока мы с вами, конечно, состав аминокислот. Когда слышали, я объяснила вам, какие группы входят как функциональные группы в состав аминокислот. Следующий вопрос. Определите название этого соединения по международной номенклатуре и запишите ответ в тетрадях. Аминоуксусная кислота взаимодействует с бромной водой, хлоридом калия, этанолом. Итак, мы с вами закончили тему аминокислоты. До следующих встреч!